Следующая тема это функция WPR. Для начала откроем файл, файл открыть, обратимся к папке Excel и откроем папку WPR. Из этой папки откроем файл WPR и разберемся с этой функцией. Дословно эта функция переводится как вертикальный просмотр, но само по себе название ни о чем не говорит нам. Нужно понять суть. А суть следующая. Есть две таблицы, в данном случае они на одном листе и у этих двух таблиц есть общий столбец, стаж. То есть они связаны по стажу. Видим. И я вам задам вопрос, какой процент премии для первого человека должен быть? Подумайте и ответьте. Подумайте, какой процент премии у второго человека, у третьего человека. А теперь внимательно проанализируйте, что делает ваш мозг. Так как работает ваш мозг, так работает функция WPR. То есть вы видите, что связь идет по стажу и в зависимости от стажа меняется процент. Если бы вы сами решали задачу, вы бы запомнили, что для первого человека стаж единичка, посмотрели бы во вторую таблицу, увидели, что для единички процент 3, и с клавиатуры бы набрали 3. Когда таблица маленькая, так можно работать. Но когда огромное количество данных, слишком много времени будете тратить, если будете делать вручную. Нам это даст функцию WPR. Давайте ее запустим. Выделяем ячейку D2, поскольку здесь нужно получить первый процент премии. И далее запускаем функцию WPR, например, следующим способом. Уходим на вкладку «Формулы», выбираем ссылки и массивы, выбираем WPR. Появилось окошко. Подумайте, что такое искомое значение. Обычно здесь всегда ошибаются и говорят, что это процент, поскольку нам его нужно найти. Но в этой функции лежит несколько иная логика. Искомое значение – это значение всегда из общего столбца, из первой таблицы, первая по счету. То есть в данном случае стаж 1. Это то значение, которое вы будете искать во второй таблице. Отсюда и фраза «искомое значение». Показываем ячеечку C2. То есть еще раз, что такое искомое значение. Это всегда значение из общего столбца двух таблиц, первая по счету, из первой таблицы. То есть то, что мы будем искать во второй таблице. Теперь, что касается таблицы. Это таблица, откуда мы должны забрать значение. Эта табличка может находиться как в этом же файле, так и в другом файле. Если она находится в этом же файле, то может быть на этом же листе, как в данной задаче, или может быть на другом листе. Здесь есть два подхода. Можно таблице дать имя и воспользоваться им, а можно выделить вторую табличку. И поскольку ее местонахождение закреплено, то есть только здесь, адреса ячеек не должны смещаться, иначе пойдет ошибка. Поэтому в данном случае нужно закрепить как абсолютную ссылку. То есть нажать F4, а на ноутбуке, возможно, FNF4. Номер столбца. Это номер столбца второй таблицы, откуда нужно передать значение. Нам нужно забрать процент, а он второй по счету, поэтому номер столбца будет 2. Следующее. Интервальный просмотр. Здесь бывают два варианта. Либо слова ложь или ноль, либо истина или единичка. Что такое интервальный просмотр? Если вы требуете четкое соответствие, то есть если здесь стаж 1, то и во второй таблице должен быть 1, а не 1,2, то это точное соответствие, это всегда ноль. Практически 90% задач всегда имеют интервальный просмотр ноль. Что касается истины, то я вам объясню это отдельно на другой таблице. Пока ставим ноль. Нажимаем ОК. Копируем два щелчка в нижнем правом уголке ячейки с формулой. И формула у нас прокопировалась на остальные ячейки. Если мы сейчас посмотрим, видим, что значения стажа мы берем разные. Таблица не меняется, находится в одном и том же диапазоне. Мы забираем данные по процентам и точность соответствия 0. То есть точное соответствие. Давайте удалим все, что мы сделали. Выделяем и нажимаем Delete. Покажу второй подход. Суть второго подхода следующая. Если вторая таблица находится в этом же файле, на этом же листе или на другом, то лучше ей дать имя. Выделяем эту таблицу. Если она большая, то здесь можно использовать автоматические методы выделения. То есть щелкнуть по первой ячейке таблицы. То есть по первому заголовку. Нажать Ctrl-Shift-стрелка вправо. Программа добежит до последнего заголовка. А далее Ctrl-Shift-стрелка вниз. И она дойдет до данных последней строки. Далее в адресной строке вводим наше название. Делаем щелчок и вместо G1 пишем наше название. Например, это будет стаж. Напоминаю, что в названии нельзя использовать пробел. То есть если вы два слова используете, то либо без пробела их пишете, либо соединяете нижним подчеркиванием. Дальше обязательно нажимаем Enter. Ну а теперь запускаем функцию VPR. Немножко другим способом запустим. Вводим знак равно с клавиатуры. Буквально начальную буковку V. И уже в списке функций выбираем VPR. Если вы до конца пишете сами, тогда и скобку сами открываете. Далее обращаюсь к окнам функции, нажав FX. Вот оно окно. Вот они поля функции. Показываем. Искомое значение по-прежнему стаж. Между полями окна можно переходить, используя клавишу Tab. Таблица. Мы дали ей имя, поэтому на этом этапе даже ничего не надо выделять. Достаточно написать стаж. Номер столбца. У нас процент второй по счету, поэтому номер столбца 2. А интервальный просмотр, точность соответствия, это 0. ОК. Копируем формулу двойным щелчком в нижнем правом уголке выделенной ячейки. Ну а теперь нам нужно получить премию. Мы знаем оклад, мы знаем процент премии. Значит, нужно их перемножить, чтобы получить премию. Вводим знак равно, щелкаем по окладу, умножить, щелкаем по трем процентам. Но поскольку значок процентов не стоит в ячейке, то нужно поставить его сюда, прямо в формулу. Shift, пятерочка нам дает проценты. Завершаем и копируем двойным щелчком. Вот так работает функция VPR. Теперь, если хотите, сохраните себе данный файл. Выберите файл «Сохранить как» и припишите слово «Решенное». Решенное, чтобы можно было повторить еще раз. Ну а далее закрываем. Ctrl W я закрыла без сохранения. Следующая задача на VPR. Опять выбираем файл «Открыть». И сейчас заходим в папку Excel, заходим в папку VPR. И откроем сразу два файла. Задача VPR и расход. Два файла можно открыть, если мы их выделим с Ctrl и нажмем Enter. Будет сразу два файла открыты. Переходим к первому файлу, который называется «Задача VPR». Суть следующая. Есть некоторый товар. И нужно по этому товару забрать приход. Откуда мы его будем забирать? У нас есть лист «Приход». И здесь есть данные как по этому товару, так вот по чужеродному в том числе товару. Нам нужно, чтобы программа выбрала приход только по тому товару, который есть на листе «Задача». Поскольку вторая таблица находится в этом же файле, то лучше ей дать имя. То есть щелкаем по первой ячейке, нажимаем Ctrl-Shift-стрелка вправо, Ctrl-Shift-стрелочка вниз. И в адресной строке вместо A1 вводим свое название. Допустим, это будет «Приход». Нажимаем Enter. Возвращаемся на лист задачи. Но запоминаем, что приход у нас второй по счету. Выделяем ячейку B2, где нам нужно получить приход. Вот. Запускаем функцию VPR любым методом. Я, например, так запущу. Равно VPR. Скобочку открыла. И FX. Попробуйте без меня заполнить вот это окошко. А потом мы сверимся. Давайте заполним. Мы понимаем, что связь между двумя таблицами идет по товару. Искомое значение – это всегда значение из общего столбца первой таблицы, первая по счету. В данном случае это ячейка A2, A2. Переходим в поле таблицы. Мы помним, что мы таблицы по приходам дали название «Приход». Поэтому можно просто его ввести. «Приход». Мы помним, что приход второй по счету, поэтому номер столбца ставим 2. Ну и точность соответствия ставим 0. Нажимаем «Ок». Теперь откопируем результат двойным щелчком в нижнем правом уголке ячейки. И далее нужно получить расход. А расход у нас находится в отдельном файле. Мы его тоже открыли. Вот мы файл «Расход». Здесь уже нет смысла давать таблице имя, поскольку когда мы обращаемся к ячейкам второй таблицы, то программа автоматически их показывает как абсолютные ссылки. Возвращаемся на файл, откуда нужно запустить функцию ВПР, то есть на задачу ВПР. Выделяем первую ячейку С2 и запускаем функцию ВПР. Например, выбираем формулы, ссылки, массивы ВПР. Попробуйте сами получить расход, потом сверимся. Давайте сверяться. Поскольку связь по товару, то искомое значение опять будет ячейка A2A2. Таблицу мы не называли, поэтому переходим в поле «Таблица». И на этом этапе переходим в файл, который называется «Расход». Перешли. Далее нам нужно выделить всю табличку. Щелкаем по первой ячейке A1. Нажимаем Ctrl-Shift-стрелка вправо, Ctrl-Shift-стрелка вниз. И обратите внимание, что программа автоматически адреса ячеек таблицы восприняла как абсолютные ссылки. Нам, в общем-то, это и надо было. Расход второй по счёту, поэтому 2 с клавиатурой вводим. Интервальный просмотр, поскольку точное соответствие, то интервальный просмотр 0. Нажимаем ОК. Теперь копируем, дважды щёлкнув в нижнем правом уголке выделенные ячейки. И таким образом мы формулу откопировали. Ну а теперь у нас есть приход, есть расход. Нужно посчитать остаток. Вводим формулу равно, приход, минус, данные по расходу, галочка и двойной щелчок в нижнем правом уголочке. Можете себе сохранить этот файл как решённый. И закрываем вот этот файл. Я его без сохранения закрою.